Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И есть мнение, что ужестощение закона о возрастном цензе для книг вообще может отбить у подростков желание читать. Как же в детских библиотеках Пскова, нашего региона, будут соблюдать новый приказ? Насколько литература вообще может травмировать ребенка? И кто должен определять, кто решает, что подросток имеет право читать? Ответы на эти и другие вопросы поищем с заведующей Псковским центром детского чтения Натальей Петровой. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Наталья, есть ли в центре детского чтения Пскова книги с пометкой 18+, ведь туда наверняка ходят и выпускники 11 классов. Вот такой вопрос. В нашем центре детского чтения есть книги с маркировкой 16+, 18+, нет. И эти книги, они как-то вот стоят вообще по возрастам у вас? Нет. Не стоят? Нет. А почему? Ну, на сегодняшний момент до нашего чудесного закона, в принципе, мы расставляем фонд так, как должно быть соответствие по норме. То есть, либо мы расставляем в соответствии с ББК нашей таблицей, либо мы расставляем по интересам, то есть, например, там фэнтези, там сказки, приключения. То есть, мы можем себе это позволять, дабы это было удобно для наших читателей. Соответственно, 16+, у нас это старший абонемент, и там у нас литература стоит, отдельно стоит отраслевая, отдельно стоит зарубежная и отдельно, ну, современная наша советская литература. То есть, получается, у нас в пределах просто, например, зарубежной литературы дальше идет по авторам. Соответственно, может попасться книга 16+, она просто стоит по алфавиту. А если подросток, которому 14, приходит и просит у вас книгу, а вы знаете, что на этой книге написано 16+, что тогда нужно делать? В принципе, эту книгу мы не имеем права выдать. А если человек придет с родителями? Если он приходит с родителями, и родители помогают ему в выборе книг тех или иных, то есть, потому что сейчас мы сталкиваемся с той ситуацией, что, в принципе, очень много родителей, которые читают то, что читают их дети. Либо они заранее прочитывают, а потом рекомендуют своему же ребенку. И когда родители приходят вместе со своим ребенком, то они просто-напросто предлагают сразу же ему ту или иную литературу, либо идут конкретно за той или иной книгой. И если на книге стоит 16+, но мама ее приходит и говорит о том, что выдайте моему ребенку, то здесь, в принципе, ответственность сложится вся на родителей. То есть, это родители в данной ситуации несут ответственность за то, что ребенок будет читать эту книгу. Просто не хотелось бы, что в связи вот с этим ужесточением вот этих норм, чтобы библиотекарь превращался в какого-то надзирателя. Потому что, по большому счету, вот этот строгий такой контроль, надзор, что ли, не приведет ли он к обратной ситуации? К тому, что мы просто отобьем у детей желание читать. Потому что, ну, по телевизору уже проходят, фильмы показывают, передачи, где, ну, 16+. Ну, там хотя бы есть временное некое ограничение. Фильмы 18+, и далее, они будут показаны после определенных часов. Тогда что делать со школьной программой? Школьная программа – это вообще особая тема. И на эту тему буквально накануне я разговаривала со школьным учителем. И ее непоколебимое мнение о том, что школьная программа, в принципе, это совсем другое. В школьной программе, например, нет Стивена Кинга, которого любят подростки. Ну, хорошо, его нет, но есть преступление-наказание, где совершается убийство. Есть Гамлет, есть чудесная вещь Шекспира. А там что? Там, по-моему, чуть ли не в каждом действии что-то совершается. Там травятся, там убивают. А это нормально? Ну, если так, если есть непоколебимое мнение этого учителя. А что с этим тогда? А что сделать с Муму, которую мы будем проходить в пятом классе? И такая жесткая травма у ребенка, когда, ну, на примере собственной дочери, мы ее читаем, она сидит и плачет. Я говорю, а что случилось? Так собачку же жалко. То есть, ребенок не понимает, что он должен подходить и рассматривать с точки зрения это произведение с другой точки зрения. Она на эмоции воспринимает так, как оно и есть. Ей жалко эту собаку. Тогда что с этим делать? Но литература, по идее, она же не только литературный процесс, литературные термины и биографии известных писателей. Это и про эмоции, это и воспитание человека в широком-то смысле. Ну, так правильно. Ну, я не знаю, мне просто кажется, что для пятого класса тогда это жестко, сразу наносить очень впечатлительным детям травму психологическую. Но, в принципе, здесь может быть учителям, потому что они учителя старой формации, они, может быть, сложно подходят. Но у нас есть сегодня учителя новой формации, даже школьные библиотекари, скажем так, новой формации, как мы их между собой называем, которые просто рекомендуют совместно с учителем-предметником, они рекомендуют читать современных авторов. А разве современные мягче? Ну, и дети уже не такие, как были еще 15-20 лет назад, правильно? Когда многое было запрещено и просто было под запретом. И это, ну, об этом нельзя было порой даже говорить. То сейчас уже дети, подождите, они все сидят в интернете. А это что? Они думаете, то, что мы им сейчас в книге запретим, они не найдут это где-то в другом месте? Просто, мне кажется, чем больше мы будем запрещать, тем, ну, может быть, пойти обратная реакция. Тем больше у них будет интереса, желания и потребности посмотреть, а что там. Я, конечно, понимаю, что есть в книжных магазинах книги, которые вот запакованы прямо в полиэтиленстве. Да, там вот 18+. Ну, да, хорошо. А если вот, например, вот моей дочери 17 лет, да, у нее подружке 18 лет, но моя дочь выглядит старше, чем ее подружка. И вдруг они идут и покупают Довлатова. И покупает, ну, вот ее подруга, которая 18 лет, но выглядит она не на 18 лет, у нее просят паспорт. А как тогда будут поступать книжные магазины в этой ситуации? Мы будем уподобляться тому, что мы, как и всю остальную продукцию в магазине, покажи паспорт, мы и книгу будем за паспорт продавать? Это как бы, ну, не знаю, мне кажется, если там действительно что-то катастрофичное в этой книге, то, а вообще, как ее тогда в печать пропустили? Давайте зададимся другим вопросом, а кому это было выгодно, надо и так далее. Это уже вопросы такие философские. Мне удалось пообщаться на эту тему с продавцом книжного магазина. Я довольно долго спрашивала, есть ли они какие-то проверки, как вообще они продают детям книги. И все оказалось, на самом деле, не так жестко. В общем, если ребенок приходит со своими родителями, ему продадут, им продадут любую книгу, потому что вся ответственность на плечи родителей ложится. Если же приходят подростки в одиночестве или компаний, тогда уже, видимо, продавец, как я поняла, определяет на глаз, сколько людям лет, и отправляет их в соответствующий раздел в магазине. Вот так это происходит. Но книги в книжном магазине, посмотрите, они ведь по закону, они должны стоять в библиотеке, где? В закрытом, да. В отдельном помещении, а чуть ли не в шкафу, и прям вот закрыт доступ, чтобы это даже, может быть, другая комната была. Но где наши псковские библиотеки найдут другую комнату-то для отдельных этих книг? У нас не такие уж большие площади, скажем так. Ну, да, в библиотеке. Может, и книг-то не так много, вот этих вот 18+. Ну, в детских-то библиотеках, понятное дело, что их нет. Но, хорошо, а если, ну, на ребенку 17 лет, он ходит в обычную взрослую библиотеку, ну, допустим, смешанного типа, как у нас есть в городе такие библиотеки, стало быть, его только отправят на какой тогда абонемент? Ну, как бы там, где дети, так она скажет, я же выросла. Я хочу вот это почитать. Ну, не знаю, мне все-таки кажется, что вот к библиотекам какой-то такой странный подход. Ведь библиотекари, получая книгу, они, как правило, все пролистывают, ну, хотя бы пролистывают. Я уже не говорю прочитывают. Но каждый библиотекарь со своего абонемента, он так или иначе знакомится со своей литературой, новой, которую он получает. Если стоит на книге 16+, он обязательно ее читает. А что там внутри на 16+, может быть, там на 16+, и нет ничего, можно дать обычно. Ведь мы же знаем, читающий ребенок, степень начитанности, степень умственной подготовки, скажем, к той или иной книге. Соответственно, если я прочитала 16+, и я понимаю, что, ну, там элементарно убили собаку, допустим, ну, это же можно читать, если это можно Муму в пятом классе, то и ребенку это можно, значит, уже дать, если ему 14+, то можно дать и 16+. Но есть просто дети, которые, они и в 16 будут не готовы читать, что можно в 14. Ну, так-то если. Дети-то бывают разные. И я говорю, степень умственной подготовки у всех разная. Но библиотекарь в этом плане, он попутчик, он советчик, он навигатор, он помогает ребенку, ну, вот определиться. Потому что, я говорю, мы же всех читателей, по большому счету, мы их знаем. Но с новым законом на плечи библиотекарей ложится и ответственность. Да, соответственно, если эта ответственность ложится так серьезно и так, ну, будет иметь свои, скажем так, последствия, то, конечно же, нам проще вообще не выдать, чем получить эту ответственность и возложить ее на свои плечи. Я решила спросить у учителя русского языка и литературы Светланы Феоктистовой, как она относится к возрастным цензам на книге и какую литературу советует своим ученикам? Ну, вообще, вот каждый, наверное, год, когда у меня есть 10 класс, умные, хорошие дети спрашивают, почему русская литература такая мрачная, почему там в одном произведении героиня бросается в Волгу, в другом герой убивает старушку топором, это подробно описано, в третьем умирает от апоплексического удара, в четвертом заражается во время операции. Все умирают, и все плохо, и мрачно, и иногда даже вот какие-то сцены насилия подробно прописаны. Дескать, зачем, мол, нам такая мрачная, депрессивная литература? Но дети спрашивают. Я говорю, ну, ребят, ведь жизнь, она тоже не сахарок с сиропчиком, она тоже предполагает и смерть, и страдания. Мы просто смотрим на нее с разных сторон и видим, как может быть. Мне кажется, что уберегать детей, подростков от грустных каких-то сцен, может быть, от каких-то неоднозначных, неоднозначно объясняемых событий, это не всегда полезно. То есть оберегать, что мы их можем оберегать в литературе особенно, которую не все они, кстати говоря, читают, а потом они выйдут в жизнь, столкнутся с проявлениями жестокости, не знаю, со смертью, с агрессией в свой адрес, и они не смогут справиться с этим, им будет гораздо сложнее. Литература во многом, она как раз подготавливает, может быть, человека к тому, что его в реальной жизни может ждать. Это раз. Я сама так вот не сталкивалась с подобными какими-то претензиями, может быть, в свой адрес, но я на всякий случай, если произведение вот такое несколько неоднозначное, говорю так, ну, ребята, это 16+. А вот если они младшие, я говорю, ну, здесь вот может быть что-то для вас такое. Предупреждение такое. Да, 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 я иногда говорю, бывает, чтобы, мало ли, какая-нибудь там детская психика не пострадала, хотя уж не знаю, там, мне кажется, бывает иногда и сложно. Есть чувствительные, восприимчивые подростки, и здесь понятно. Но вот эти возрастные цензы, вот эти вот цифры на обложках, это же еще и рекомендация по выбору книг для родителей, например, для своих детей. Ну, конечно. И, в принципе, такая, ну, это помощь как бы. И тебе тут и тематику показывают, и насколько все дозволено, насколько там все хорошо, какие-то могут быть слова запрещенные, незапрещенные, общепотребительные или нет. То есть, фактически, этот возрастной ценз, он помогает выбирать книги. Можно так сказать? Конечно. Ну, вообще вопрос об этих маркировках и о возрастном цензе, он очень непростой, на него нет однозначного ответа. Кому-то действительно эти маркировки могут помочь. Ну, мало ли, действительно, человек восприимчив, чувствителен, он не готов сталкиваться там с жестокостью, с какими-то бранными словами в книге. И тогда эта маркировка, да, поможет ему уберечься от такого столкновения. Но иногда возраст, вот этот возрастной ценз, он несколько может быть вгипертрофирован, что ли. Родители вообще, мне кажется, должны участвовать в этом процессе. И иногда, я думаю, что все эти 12 плюс 16 плюс, они стоят больше для родителей, чем для детей. Потому что дети, они живут своей жизнью. Часто не очень хорошо знакомы и понятны родителям. Ну, особенно там подростки, да, они достаточно закрыты. Они могут не делиться тем, что происходит в их жизни. И они, может быть, все это уже знают. А родители все считают, что их ребенок, он такой вот ангел с крыльями. Маленький. И там, если он увидит одно слово на большой роман, там, бранное какое-нибудь, то он покраснеет, не знаю, упадет в обморок и никогда больше в жизни книгу в руки не возьмет. Я не знаю, как вообще это происходит у родителей. Для того, чтобы такой проблемы не возникало, да, стоит или не стоит ребенку читать ту или иную книгу, родители тогда пусть сами ее прочитают. Почему нет? И будет им о чем поговорить со своими детьми. Потому что, ну, вот родитель колеблется, да, возьми да прочитай. Почему подростковая литература или даже русская классика, это очень интересно, увлекательно. И ты познакомишься, и ребенок твой познакомится, и вы найдете общий язык, и вот какая-то связь поколений наладится. Очень полезно и хорошо будет. Но, конечно, прятать там поэзию до 20 века в целлофановые пакетики, это уж слишком. Мы на уроках разбираем стихи Есенина и Маяковского. Ребята выбирают иногда даже сами тексты, которые подготавливают там, либо выразительное чтение этих текстов, либо рассказывают наизусть. И иногда в стихотворениях встречаются эти слова, и уже даже в 11 классе никто не смеется, не краснеет и как-то не реагирует неадекватно. Но есть такое слово у Маяковского, допустим, в стихотворении, да. Его можно не произнести, а можно произнести. Некоторые не произносят, и все равно всем понятно. Некоторые произносят, но никто не издевается, не кричит, не возмущается. Может, мне просто с ребятами повезло, не знаю. Мне кажется, последние несколько лет в связи с разными резонансными, в том числе случаями в библиотеках и книжных магазинах, много ведется споров о необходимости вообще когда-то введения этого взрослого ценза. И вот, насколько мне сейчас известно, готовится законопроект. Уже в первом чтении он прошел. Комитет по культуре у нас в Госдуме это все придумал и сформулировал. Молодепутаты предлагают упразднить промежуточные маркировки. То есть, вот мы говорим сейчас про 18+, и вот про эту запрещенную детскую литературу. В общем, предлагается, что все маркировки 0+, 6+, 12+, 16+, это вот одно. Это как вот литература для детей и подростков. А все остальное, это уже для взрослых, и там как бы не возникает ни у кого вопросов, что это должно быть запрещено, раз там есть какие-то сцены, которые детям нельзя читать, видеть в кино и так далее. И еще одна пометка в этом законопроекте. Произведения из школьной литературы не будут иметь маркировку 18+. То есть, если там есть всякие разные слова, которые не совсем приемлемы для детей, то, соответственно... Это нельзя трогать, это классика. Если это классика, да, мы это не трогаем. Ну, в общем, ждем, что это будет одобрено или не одобрено. Ждем каких-то вообще новостей по этому поводу. Наталья, как вы думаете, поможет ли вот такое упрощение разрешить все вопросы, успокоить родителей и как-то, не знаю, оставить жить спокойнее педагогов, библиотекарей и книжные магазины? Да бог его знает, как оно будет в итоге. У нас же, когда примут, тогда мы и поймем, что это такое, с чем... Ну, и с чем это будем... Ну, кажется, что будет лучше, проще. Ну, вот смотрите, если сейчас вот 0 плюс 6 плюс 12 плюс, вот если вот это упразднить, в принципе, это отличный вариант. Ну, это вот мы про вот эту маленькую маркировку говорим, да, потому что порой очень сложно определить вот 6 плюс, это только для 6, либо 12 можно уже давать и там 7-8 летним день. Это вообще отличный вариант. То есть, в принципе, здесь на усмотрение родителей, ну, если они дают, например, не знаю, решили почитать ее там в 3 года, да, потому что мой ребенок вообще все понимает замечательно, но мы же понимаем, что, не знаю, как это начальная школа, но это на плечи родителей ложится, то, в принципе, просто 18 плюс, оно делает что? В детских библиотеках этого не будет, понятное дело, то есть, библиотеки детские не будут комплектоваться такой литературой. И здесь, ну, я думаю, что в некоторой ситуации, может быть, мы что-то потеряем в плане литературы. Просто вот, например, издательство «Самокат», у него встречное движение, там есть книги, они для подростков, но на некоторых есть 18 плюс, есть 16 плюс, есть 18 плюс. Ну, понимаете, вопросы травли детей, они в школе есть и были, и будут постоянно, и не важно, какой это класс, понимаете, в чем дело. Почему, например, на какой-то энциклопедии, анатомической энциклопедии может стоять теперь, простите меня, 18 плюс, ну, а как же уроки биологии тогда? Ну, это другая ситуация. То есть, в принципе, здесь просто будет вопрос решен так. Детские библиотеки не комплектуются 18 плюс, значит, ответственности на нас что? Нет, потому что у нас нет в фонде этих книг. Хотите книги, либо мама записывается сама во взрослую библиотеку и берет там эти книги, соответственно, под ее руководством ребенок читает. Книжные магазины, пожалуйста, разбирайтесь сами. То есть, вы на свое усмотрение, как вы можете, как умеете, как вам нужно, так вы и продаете литературу. Вот и все. Еще я хочу спросить. Уже не один год тесно мы с вами работаем с библиотечной системой, городской, разные мероприятия, встречи с детскими писателями и с писателями для подростков проводились. Я лично записала много интервью с этими людьми. И вот я, готовясь к эфиру, вспомнила разговор и встречу с Екатериной Невоиной. И вспомнила закрытую школу, вспомнила еще ряд книг, которые вот даже обложками меня так немного удивляли. И я помню, что на встречу с этой писательницей пришла довольно разнообразная аудитория. И возрастная лицензия на книгах, ну, мы понимаем, что там были 16+, но при этом в зале были дети и младшие. И вот как эту ситуацию вы можете прокомментировать? Насколько допустимо? Теперь это так не будет допустить. Теперь так не будет. То есть это будет, если мы, опять-таки, будем приглашать писателей, то будет оговариваться, соответственно, есть ли мероприятие для подростков, и мы же всегда на всех мероприятиях ставим маркировку, то есть на какой мы возраст рассчитываем, какая аудитория предполагается, кому можно ее посещать. То есть если там будет стоять 18+, то просто 16+, туда не попадет. А если там будет стоять 16+,? А если будет стоять 16+, то попадут все, кому 16 и выше стало бы. А если учитель захочет с классом прийти? Ну, главное, чтобы всем было 16. Все-таки так. Ну, а по-другому как? Ведь вся ответственность на ком? На библиотекаре супер. Мы тоже люди, мы тоже жить хотим. Вот такой короткий разговор от ныне у нас будет в библиотекаре и просто читатели практически. Нет, просто понимаете, писатели тоже, вот они же, вот они пишут, творят и так далее. Вот получается шедевр. Потом берут, читают и ставят 18+. Ну, может быть, писатель сам недоумение. Почему 18+, ну почему не 16+, где это вот, где это подростки? Ну, подростки вообще такие, они своеобразные. Они найдут все, что им надо и не надо. Просто зачем настолько жестко ограничивать? Если у кого-то есть к этому интерес, так он и в любом случае найдет эту информацию. Об этом говорят многие, но тем не менее ограничения и рамки у нас есть. Я узнала, кстати, с удивлением, что оказывается, автор книги не имеет абсолютно никакого отношения к тому возрастному цензу, который издание поставит на его книгу. Но ведь всегда же есть аннотация на книгу в каждой книге. Есть. А аннотация может быть лучше и аккуратнее написана, чем некоторые фрагменты книги. Ну, тогда да. А что думают детские и подростковые писатели о возрастном цензе на своей книге? Этот вопрос я задала современной писательнице Ольге Шерстобитовой. У моей книги стоит ценз 16+. Соответственно, мне эту книгу покупают подростки. Обычно, опять же, с родителями я говорю, что эта книга у нее ценз 16+. Да, этот ценз ставит в задность. Что это романтика, что где-то есть легкий любовный роман, там поцелуйчики, обнимашечки. Обычно мне задают два вопроса. Если там секс, я сразу говорю, нету. Или эротика, то есть там он носит вот такой вот характер. Вопрос. А второй вопрос, что они интересуются, есть ли там жестокие сцены с насилием? То есть это вот почему-то этот вопрос в то же время от времени возникает. И я, естественно, говорю, нет. У меня нет ни жестокости в книгах, ни насилия. В книге такая легкая, дуражная сказка, там, в легком любовном романе. Вас издатель уведомляет, какой возрастной ценз он ставит на книгу? Нет. Это вообще никогда не обсуждается, не спрашивается. Это все на усмотрение издательства. И мы к этому вообще, как автор, я к этому отношения не имею. Я сразу на роман издательства весь ценз там все, вот это ставит, что станет. Со мной это никак не согласовывается, а не обсуждается нигде. Я думаю, так, по всеми авторами. Насколько я помню, вот этот вот закон про возрастные цензы, он уже довольно много лет. И вы пишете, я думаю, примерно вот столько же, сколько этот закон существует. А испытывали вы вот некое такое обязательство, не знаю, перед собой, перед читателями, что вот надо здесь как-то написать помягче, чтобы, допустим, подростки могли прочитать мою книгу. Или вы этим никак не апеллируете, не ориентируетесь на это? Ну, на самом деле нет, я не задачусь, у меня роман как идет, так идет, то есть примерно в одном ключе. То есть, да, где-то он там более романтичный, где-то он посерьезнее, где-то у меня чуть больше там легких любовных сцен, где-то там меньше. Я, соответственно, об этом всегда могу сказать, но вот так вот, чтобы, грубо говоря, подстраиваться под аудиторию, да, чтобы там соблюдать какой-то ценз, у меня такого нет. Ну, и тут еще есть такая проблема, что, ну, хорошо, запретимо подросткам читать эти книги, они зайдут в интернет, найдут их и, соответственно, скачают и прочитают. Потому что запрет на пост это складывать. А вы согласны с тем возрастным цензом, который на ваших книгах? Ну, в принципе, да. Я думаю, что «16 плюс» это такая аудитория как раз ребят, которые начинают книги читать, как раз им хочется романтики, хочется вот того, что я даю в своих романах. Но есть ребята, которые, скажем так, опережают свое развитие, то есть и в 14, и в 15 лет им хочется почитать. То же самое романтическое сэнтези, оно тоже бывает разным. Оно бывает где-то с эротикой, оно бывает где-то жесткое, а где-то бывает такая милая романтичная сказка. И, в принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы подросток, то есть там 14-15 лет взял и прочитал мою книгу. Я не думаю, что это какое-то психологическое бассейство на него окажется кое-что, ему станет из этого плохо. Просто, ну, в любом случае, если ты писатель, который пишешь только для взрослой аудитории, то ты понимаешь, что твои книги читает только взрослая аудитория, ты согласен с этой маркировкой. Но есть писатели, которые пишут как, ну, та же самая неволина, она как пишет плюс, так пишет и обычные для, ну, там, 14 лет, обычные вот эти детские ее рассказы. О дружбе, о первой любви, где это просто все настолько, ну, банально, что это все в начальной школе еще было просто-напросто. Я не знаю, мы как бы посмотрим, когда будет приходить литература, вот конкретно, когда уйдет маркировка 0 плюс 6 плюс 20, сейчас-то еще приходят именно с такой еще, со всей вот этой мелкой дробной градацией. Когда не будет, значит, не будет. Когда, например, если я буду понимать, что, ну, вот, например, а если в библиотеку нужна такая книга? Потому что ведь очень часто, ну, разговоры, встречи, там, с психологами, там, с людьми, которые, там, тренинги проходят, опять-таки, если это закрытое мероприятие для тех же самых, там, 18 плюс, которые мы, ну, мы можем, почему мы не можем, мы можем его провести, просто оно закрыто и допускается туда конкретный, то есть определенный возраст. Почему мы не можем иметь такую литературу в своем фонде? Тогда, действительно, если мы будем это понимать, что когда-то для работы что-то нам понадобится, то почему нет, то мы просто будем ее хранить отдельно, вот и все. Книги 18 плюс – это литература интересная. Так получилось, что в этом году вот я прочитала две достаточно старых уже, но все-таки книги 18 плюс из книжных новинок последних пяти лет. Вот так, не успеваю следить за всей литературой, и когда я вижу вот эту большую такую, большую цифру в кружочке, я открываю, я уже готова морально, что там сейчас что-то на меня польется. Вот я открыла, почитала одну, думаю, как хорошо, что на ней есть маркировка, прочитала другую, еще больше порадовалась, что на ней есть маркировка. И подумала о том, что, наверное, для читателя, для читателя, для выпускника в том числе, да, вот 10-11 класс, самый такой, наверное, спорно взрослый период, для него важно понимать, с чем он в книге может столкнуться. И вот я бы не хотела, например, чтобы мой ребенок, учась в школе, прочитал вот эту литературу 18 плюс, которую открыла и прочитала я. И дело не в использовании одного там слова какого-то, который сразу ставит штамп на книгу, клеймо, а дело в сложном тексте, который правда давит, правда оказывает большое впечатление, ну, даже на человека с большим читательским опытом. Может быть, вот этот сенс все-таки плюс. Ну, так поэтому вы ее и не посоветуете своему ребенку, вы же ее прочитали. А раз вы прочитали и познакомились с ней, так вы же понимаете, что если ваш ребенок не готов, вы просто не хотите, чтобы он с этим вообще знаком был. Я, в принципе, не хочу, чтобы она это читала. То просто-напросто и не возникнет этого, ну, как бы вот желания, интереса. То есть у нас две таких семьи, где именно мама дает ребенку читать абсолютно разную литературу, и она прочитывает параллельно с ним. Они читают вдвоем, они берут из разной области. Они могут взять обычные приключения, они могут взять фэнтези. Она может взять ту же самую, этот троепольский белый бим, черное ухо. Ну, как бы вот понять, как ребенок отреагирует на вот эту книгу. Потому что когда-то мама была в восторге. Но в то же самое время она может взять и современное, и будет говорить о закрытой школе неволенной. Будет говорить о том, я хочу с ней познакомиться. А что это? А как это? А ребенок говорит, вот она в интернете увидела вот это, вот это, вот это. А у вас это есть? Да, хорошо, это вот 16+, маркировка, это есть. Мама говорит, дайте нам, пожалуйста. Я посмотрю, и она посмотрит. Но когда вот такие семьи, мы же идем и хотим получить обратную реакцию. Когда они сдают книги, мы же разговариваем. На то мы и библиотекари, чтобы разговаривать. И мы пытаемся понять, а как оно было-то? Она говорит, ну как, мы читали вместе. Какие-то главы я читала, какие-то ребенок сам читал. А я потом, когда она уже спала, дочитывала до того места. Мы читали вместе, и мы сопереживали вместе. Мы тему разбирали вместе. Соответственно, мне кажется, вот здесь вообще никаких проблем не будет. Это идеальная ситуация. Она далеко даже в школе, с учителем не всегда получается вот так вот прочитать. С учителем это вообще, да, особо. Ну, опять-таки, так, может быть, надо вот к этому стремиться. Изначально закладывать вот эту некую культуру чтения, формировать ее. Хорошо, не все можно там, ну, допустим, у нас все родители работают, не всегда можно поговорить. И не все любят читать. И не все любят читать. Но хорошо, у нас есть дети, которые могут поговорить именно с библиотекарем. Потому что вот у нас Ольга Валентиновна, старшем, сидит, она вообще читающая. Она читает за пойми. Вот это, ну, это я не знаю. Это, наверное, с этим рождаются. Она читает, и она читает разноплановую литературу. Соответственно, к ней приходят дети из православной гимназии. У них своя такая направленность. Им надо такое морально-нравственное все. И, соответственно, Нати, пожалуйста, девочка просто пришла в восторге и сказала, «Радуга для друга Самарского» – это вот просто мама сказала, «Какую тебе хорошую книгу дали почитать?» Вся семья читала, все 10 детей в семье. Понимаете? Кто-то приходит и хочет о новинке фэнтези, а еще что-то. А вот я в книжном магазине видел. Хорошо, если у нас это есть. И они начинают говорить, а вот ты первую читал, а там о том. А ты вот как к этому? Библиотекарь начинает прощупывать эту почву под ногами. А можно ли? Просто, понимаете, ведь порой наша работа, она, вот она не видна. Но вот попробуй поговорить, ведь не все контактные, не все готовы, но зато когда ты выдал, ты точно понимаешь, что ты выдал не абы что и не абы кому. И ответным бумерангом тебе ничего не прилетит, и никакая мама не придет и не будет возмущаться. Потому что, ну вот у нас просто когда до коронавируса дети ходили, потом пошел период, когда родители стали приходить сдавать. И мама приходит и говорит, вы знаете, вы моему ребенку такие книги хорошие давали. Вот я не знаю, что она читает. Я даже не знаю, что она любит читать. А вы можете что-то такое ожидать, понимаете? Из этой серии. То есть мама не знает, что мы советуем. Но вы что-то такое хорошее даете, что мой ребенок так читает. И вообще просто счастлив. То есть, не знаю, все это спорно, конечно. Поэтому не будет 18+, значит не будет. Кто будет читать, тот будет читать. Тот найдет выход и будет читать. Поэтому давайте читать. Наталья, большое спасибо за разговор и до свидания. До свидания. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о возрастном цензе на книге. И в гостях у нас была заведующая Псковским центром детского чтения Наталья Петрова. С вами утром. Сегодня была Дина Добрешута. Всего хорошего и читайте, несмотря ни на что. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова